здравствуйте меня зовут любовь агалихина сегодня у нас снова в гостях виктория воронина психолог и сегодня мы с вами поговорим о эмоциональном выгорании здравствуйте что такое эмоциональное выгорание и как она проявляется так ну синдром эмоционального выгорания это процесс физического психического и эмоционального истощения при непрерывном неразрешенном стрессе во время работы этот термин был придуман американским психологом фрединбергом тогда фрединберг включил только работников кризисных центров психологов психиатров в список людей которые подвержены этому синдрому полностью называется синдром эмоционального выгорания но а дальше это распространилось уже на всех людей преимущественно конечно профессии типа человек человек ну то есть все профессии условно можно разделить на типа там человек знак человек техника человек человек художественный образ вот сегодня мы об этом тоже обязательно будем говорить но вообще этому синдром подвержены абсолютно все люди работающие с людьми то есть например я психолог моя работа заключается в том чтобы собственно работать с людьми непосредственно считается что эти люди более подвержены повышен у них повышен риск развития синдром эмоционального выгорания вопрос можно допустим актеры режиссера конкретно вот люди связанные с искусством и с вхождением в образ они же тоже подвержены этому да конечно то есть как я говорю этому подвержены все абсолютно в актерской профессии есть определенные особенности протекания этого синдрома взять на них поговорим сейчас хочу чуть чуть в общем рассказать потому что эта проблема она очень актуальна для актеров и там есть своя специфика но вообще это очень опасно для всех практически все люди то есть 90 процентов людей так или иначе испытывали на себе последствия синдром эмоционального выгорания в той или иной мере сильнее или слабее но это было у всех но бояться не надо потому что эта штука не хроническая то есть это лечится вполне себе спокойно главное уметь знать что это и уметь это как раз ну отчелкивать понимать когда это произошло и начинает что-то с этим делать то есть вот у синдром эмоционального выгорания есть несколько стать первая стадия называется напряжение это как раз когда у нас появляется такая тревожность неудовлетворенность собой когда нам кажется что я ничего не могу я ничего не стою я работаю не на своем месте я плохой специалист там появляется синдром самозванца в том числе может появиться вот это есть прям такой симптом называется за гон ощущение загнаности в клетку развивается тревожность похоже на депрессивные состояния ну и депрессивные состояния собственно тоже вторая стадия тоже резистенция так называемая там появляется избирательное эмоциональное реагирование бывает у актеров но вот если говорить именно об этих профессиях психологи актеры учителя это очень опасно потому что избирательное эмоциональное реагирование это когда нам уже не хватает сил реагировать на все что происходит в жизни и мы начинаем реагировать выборочно то есть вот это мне приносит удовольствие и я могу там выдать какую-то эмоциональную реакцию или например вот это меня очень сильно бесит какой-нибудь коллега который подошел и наорал на меня ну там сорвался это уже ты выдаешь агрессию в ответ просто как защиту то есть психика реагирует просто в качестве защиты потом происходит вообще редукция этих эмоциональных реакций то есть ну это уже все-таки на последней стадии когда ты практически выглядишь как овощ и не реагируешь ни на что это очень опасно да собственно последняя стадия это истощение это эмоциональный дефицит эмоциональная отстраненность личностная отстраненность так называемая деперсонализация когда начинается разрушение личности то есть на самом деле если синдром эмоционального выгорания никак и с этим ничего не делать и отрицать то что он у тебя есть вообще последствия могут быть то есть нельзя от этого умереть но можно умереть от последствий буквально ну опять же вы работаете в театре вы знаете про вот этих актеров которые умирали на сцене или сразу за кулисами и так далее не в один не в один день у них например развилась сердечная недостаточность чтобы у них случился инфаркт это все-таки какой-то процесс почему вообще появляется вот этот синдром и все люди ли ему подвержены почему появляется ну во первых это всегда слишком высокие рабочие нагрузки то есть это могут быть переработки по часам это может быть неадекватное большое количество задач и тут еще тоже такой момент чтобы не уходить в обвинение у каждого человека есть какой-то предел сколько он может выполнить просто некоторые люди более работоспособны некоторые менее и здесь говорить о том что ну зачем ты пошел на такую работу где слишком много задач чаще всего человек не знал куда он идет ну изначально хорошо если он быстро это понимает и уходит не потому что он плохой а потому что эта работа ему не подходит не человек неплохой не работа неплохая просто не состыковались так вот дальше отсутствие значимости выполняемой работы когда мы понимаем что наша работа абсолютно бесполезно нам не хочется ее делать был прецедент в японии собственно насколько я знаю там сложности с увольнением и они некоторых сотрудников ну которых они хотели как бы уволить но вот не получается они их отправляли в специальные отделы где они занимались совершенно бесполезной работой но и серии просмотри много часов видео и найди там что-нибудь смотри видео с городских камер и считай красные машины ну типа того то есть принципе человек делает работу он приходит на работу сидит там с девяти до шести и выполняет какие-то задачи но он понимает что это совершенно бесполезно человек выгорает очень быстро особенно если мы например любим свою работу пошли работать по профессии но мы понимаем что вот мы столько в это вложили там например пятилетние высшее образование потом какой-то какая-то стажировка смена кучи мест работы с маленькой зарплаты вот наконец мы пришли в компанию своей мечты и понимаем что здесь мы совершенно абсолютно не нужны еще один фактор это отсутствие значимого вознаграждения тоже конечно очень важно то есть если мы не получаем достойную оплату труда в денежном эквиваленте это очень сильно влияет на удовлетворенность ну на нашу удовлетворенность своей работой тут нам может казаться на самом деле что ну вот я же работаю в такой сфере где денег очень мало например в принципе поэтому чего я хочу с другой стороны как бы ребята 21 век любой может зайти на работные сайты вбить свою должность на которой он работает посмотреть вакансии посмотреть сколько это стоит и уже из этого делать выводы в хороших топовых компаниях там обычно происходит довольно часто пересмотр заработной платы раз в какой-то период например раз в год потому что понятно что сотрудник повышает свою квалификацию с каждым годом и соответственно он становится дороже на рынке труда если вы хотите сохранить этого сотрудника поэтому ну будет хорошо если вы будете его поощрять ну и плюсом еще есть конечно же моральное вознаграждение за работу это какие-то похвалы от начальства в том числе вслух даже просто когда тебе говорят ты молодец вот если бы не ты мы бы этот квартальный отчет не закрыли это очень круто это очень классно и тут кстати еще надо понимать моральное вознаграждение но никогда не компенсирует материальное и наоборот то есть в идеале должно быть хорошо это это ну хотя бы что-то одно и второе не очень плохо понятно что всегда и денег хочется больше и похвалы хочется больше но нельзя чтобы этого не было совсем дальше завышенные требования к себе это опять же есть высокие требования к себе когда например я понимаю что я хороший специалист и соответственно я себе ставлю ну какую-то высокую планку потому что я просто внутренне там не могу себе позволить как-то ее занизить опять же этом престиж свой хочу сохранять как специалиста и все-таки завышенные когда там не знаю я только закончил университет я молодой специалист но я вот знаю что я обязан работать как минимум в международной компании а если нет то это провал это ну опять же ты скорее всего у тебя это не получится с первого раза устроиться международную компанию хотя есть история успеха никто как бы не спорит и хорошо если с каждым из нас она случится но мы живем в реальном мире так вот а также происходит и как один из факторов является стирание границ между личной жизнью рабочей то есть кажется что синдром эмоционального выгорания эта штука только про работу но на самом деле когда у нас есть проблемы в личной жизни я сейчас говорю даже не только про семью или какие-то отношения даже какие-то конфликты с друзьями даже то что у нас просто там не знаю отключают горячую воду каждый месяц это очень очень неудобно и ты постоянно находишься в стрессе ты не можешь вот не смог ты принять душ утром ты пришел у тебя не комфортно весь день на работе хотя с работой это не связано ну соответственно все это как снежный ком ну и конечно некоторые люди больше этому подвержены то есть люди чувствительные впечатлительные мотивные так далее они конечно подвержены этому риску намного больше это не значит что им стоит переставать быть такими но нужно просто принимать это как факт чем опасно эмоциональное выгорание и какие могут быть последствия последствия могут быть разные и очень серьезные ну наверное самое страшное о чем сразу вспоминаешь это проблемы со здоровьем то есть когда у нас эмоциональное выгорание у нас может быть что могут быть проблемы со сном и помимо бессонницы которая очевидная этом бессонница тревожный сон невозможность от провалиться в глубокую фазу сна это еще и гиперсомния это когда мы слишком много спим это когда ты буквально там в 7 часов вечера пришел с работы хорошо если по и успел поесть и там 8 вечера максимум ты уже лежишь лицом в подушку и до утра не просыпаешься потом просыпаешься утром и все еще хочешь спать и так весь день 24 на 7 это очень тяжело понятно что проблемы с нервной системой могут быть тревожные депрессивные расстройства клиническая депрессия и все прелести психиатрии проблемы с желудком соответственно могут быть ну и вообще с жкт все это развивается очень весело ну из того что там может быть видно какие-то проблемы с кожей проблемы с гормонами с эндокринной системой это все не случается в один день проблемы сердцем но это как снежный ком очень часто бывает обострение хроники если у вас есть какой-то хронический гастрит и вы работаете на какой-то не очень хорошей для вас работе однажды этот гастрит обострится так что вы все-таки загремите в больницу ну и помимо этого в принципе падает качество жизни очень сильно потому что сначала мы становимся неудовлетворенными собой как специалистами как профессионалами то есть сначала я плох как ну там актер например данном случае а потом я плох как человек я не умею вообще совершенно ничего не только выполнять свою работу но и там готовить хотя это кажется вообще никак не связано ну и какие-то такие штуки это все психосоматика но не всегда то есть когда это прям соматика в смысле просто физиология ну вот это наверное самые такие страшные последствия но еще естественно мы становимся обычно тревожными депрессивными или наоборот очень раздражительными ну и надо ли говорить что большинству друзей членов семьи это обычно очень не нравится и с ними очень сильно портятся отношения и вот это тоже очень плохое последствие а если говорить именно про актеров если какие-то конкретные особенности если мы будем говорить про актеров и про специфику давайте начнем с конкретных причин для этого давайте разберемся в чем заключается работа актера то есть актер должен взять какой-то образ это профессия типа человек художественный образ он берет какой-то образ он должен его объективно понять это же какой-то образ из реального мира ну не только может быть и придуманный но в любом случае есть ассоциация с реальностью конечно ну то есть если например да актер играет дракона то все равно драконы же существуют ну в каких-то произведениях до нас есть про образы которые мы изображаем потом актер должен это переложить на себя каким-то образом прожить и понять каким образом это ложится на него а потом он должен это воплотить определенным образом и вызвать какую-то эмоцию какой-то отклик у зрителя и у партнера ну у партнера там опционально но у зрителя какой-то определенный отклик правильно да естественно но проблема еще в том что многие не могут выйти из этого образа потому что идет настолько доскональное изучение абсолютно с разных точек зрения и потом актер это переносит на себя с помощью своего жизненного опыта и со своей позиции перенимает то то что в образе да это идеально по станиславскому максимальное слияние чтобы верю люди кричали до работа по станиславскому она ну люди мне кажется на нее способны очень короткий промежуток времени соглашусь но прорабатывается это все где-то за полгода спектакли делаются примерно там плюс-минус какой смотрит спектакль и какой состав да я согласна нет мы сейчас просто разбираем эту тему в рамках именно эмоционального выгорания да и как бы все равно промежуток времени прилично уходит человека работа с одним ну естественно но я имею ввиду вот если мы сейчас разберем мы просто поймем почему актеры выгорают что способствует ну и соответственно как потом с этим можно работать скажем так чтобы понять как работать нужно понять чем именно работать то есть смотрите вот у нас у актера тоже есть условный рабочий день с 9 до 6 когда он пришел в театр и репетирует но мы для примера возьмем актеров именно театра ну в кино там все таки есть своя специфика определенная вот он с 9 до 6 репетирует на сцене там все понятно в 6 часов он вышел из театра он идет по улице и актер в этот момент не перестает работать потому что он смотрит просто идет по улице и наблюдает за миром и он должен этот мир воспринимать объективно то есть ей же объективная реальность а есть наше субъективное и и восприятие но это очень хорошо показывается с тем что обычно два разных человека цвета видят по-разному ну и ни один не видит цвет реальный потому что он объективный просто нас просто зрение разные у всех строения глаза вот здесь тоже самое актеру нужно научиться воспринимать что-то объективно то есть без своего к этому отношения потому что потом ему нужно будет взять вот этот объективный какой-то образ перенять на себя и понять как он в рамках своей психофизики может это воплотить потому что ну понятно что например там нам нужно сыграть сыграть какого-нибудь арабского продавца на рынке ну это такой архетипичный достаточно образ но актер который выиграет он может быть другой внешности других параметров банально нежели тот за кем он наблюдал и нужно научиться вот это вот все при помощи своего тела изображать те движением позы и мимику жесты какие нужно нужно при помощи своего голоса изображать другой голос я имею ввиду что это все очень большое напряжение на психику и по сути дела ты ведь этим занимаешься не только на репетициях для того чтобы изобразить голос другого человека помимо того что ты тут тренируешь голос просто как мышцу какую-то ну очень условно мы здесь говорим нам еще и нужно слушать и нам нужно понимать не только там ну тембр высоту голоса но и интонирование правильно а для того чтобы понять интонации они же у нас передают эмоции для этого нам нужно понимать что здесь за эмоции какие-то оттенки этих эмоций поэтому это очень большая работа психики и опять же мы понимаем что нам нужно таким образом передать может быть у нас получился тембр и высота голоса прям один в один но мы не можем вызвать такой же отклик у зрителя какой вызывает портотип и вот нужно еще надо этим как-то поработать ну и получается что в принципе актерская профессия это работа 24 на 7 вот когда мы работаем 24 на 7 мы очень быстро выгораем понятно что там ты все равно дошел до дома например и перестал наблюдать за миром но все равно где-то это какой-то фоновый процесс который просто у тебя постоянно идет на ты постоянно это ну где-то в любой момент времени ты готов об этом начать говорить вот так то есть например вот вы работаете в театре в принципе вы же в любой момент можете начать поддерживать этот разговор ну конечно ну вот то есть иногда просто я не хочу разговаривать ни о чем такое тоже может быть но в принципе там готовность какие-то знания есть всегда но так же как у меня с психологией например еще если мы дальше говорим про напряжение на психику это у актера всегда есть я актер я персонаж 1 это герой 2 это человек и психика все равно стремится к разделению потому что как раз таки мы ну актер он пытается на себя перенять какой-то образ но все привычки все проявления этого образа они никак не свойственны актеру в его реальной жизни и никак не связаны с его привычками вот почему избавляться от привычек очень сложно потому что психике это удобно вот она привыкла что действует по какому-то накатанному сценарию а тут получается что нужно это менять и причем речь идет не о каких-то мелких действиях а полностью об образах действия и понятно что это очень сильно ломает и более того нужно во первых поломать вот эти вот паттерны которые в голове а во вторых нужно еще и не забыть их и смочь к ним вернуться было бы же очень удобно если бы актеры работали без отпусков и условно вот у него там сначала один образ потом он сразу же начинает работать над другим потом сразу же на третьем ну и так до смерти на самом деле там других вариантов особо нет потому что тогда тебе не нужно постоянно держать в голове свою личность ты просто их постоянно меняешь но обычно это приход приводит к очень патологическим состоянием очень плохо на самом деле очень очень плохая идея репетировать несколько ролей одновременно тебе приходится если ты репетируешь например 2 роли себе приходится переключаться между тремя состояниями потому что две роли и плюс ты сам а сейчас такой момент как социальное окружение то есть люди существа все-таки социальные и тем кто живет рядом с тобой им периодически очень тяжело когда ты постоянно в каком-то новом состоянии в каком-то новом образе и тоже такой момент и тебе даже становится с этими людьми некомфортно потому что ты начинаешь их воспринимать не как ну ты как человека как личность а как ты как персонаж это но это тоже то с чем тики приходится постоянно вот по щелчку буквально меняться вот говорят что хорошие актеры они могут по щелчку войти в определенное состояние это очень плохо на самом деле хорошо если они могут его изобразить это хорошо для профессии но плохо для психики вот я чем то есть хорошо если для психики хорошо если они могут это изобразить но точно также по щелчку они могут из этого выйти и как Но не то, что забыть, но закрыть в ящик. Они помнят, где этот ящик, но он закрытый все-таки. Дальше. Для того, чтобы суметь вызвать определенную эмоцию у зрителя, актер должен очень хорошо в эмоциях разбираться. И он должен понимать оттенки. То есть я сейчас хочу вызвать, например, ненависть к этому персонажу или отвращение. Это же все-таки разные немножко вещи. А что это означает? Эмоции – это такая штука, которую мы можем изучить только на практике. То есть я знаю очень много, например, про эмоции, как про теорию. Но это вообще не значит, что я их могу хорошо различать. То есть я их хорошо различаю только, если я их постоянно испытываю. Или я постоянно их вижу. А лучше и то, и другое. А еще лучше, если я их испытываю, вижу, называю и мне их называют. Вот. Ну, актер уже никто не называет. Ну, режиссер в идеале, конечно. Но тоже не всегда. И опять же, актер должен, особенно если какая-то партнерская работа на сцене идет, да, он должен у партнера вызвать прямо очень точную эмоцию. Как это тренировать? Актер должен включаться эмоционально во все, что происходит в жизни. Для того, чтобы тренировать вот это умение разбираться в эмоциях. Я думаю, на самом деле, что с режиссерами примерно так же. Ну, похоже, система, да. Ну, то есть надо хорошо разбираться в эмоциях, чтобы актерам уметь задачи ставить. Да, конечно. И еще один большой плац, который сильно давит на психику. Ну, то есть от такого количества эмоций оно, естественно, ну, типа, пожалуйста, хватит. Психика периодически, у нее перегрузка происходит. А еще и когда мы выгораем, мы начинаем, психика просто выключает нам часть эмоций. Ну, я говорила уже про избирательное эмоциональное реагирование. И это влияет на тебя, как на профессионала. То есть буквально выгоревший актер, это обычно плохой актер. Ну, худший, чем мог бы быть. Вот так. Неплохой, но хуже, чем мог бы быть. И это еще и добавляет неудобретворенности с собой. И как человеком, и как специалистом, и так далее. Учитывая, что актерство – это профессия, где ты включен в свою профессию буквально 24 на 7. Очень сложно разделить реальную жизнь от жизни профессиональной. А еще есть такая штука, как ответственность, которая тоже очень сильно давит. Потому что актер всегда должен держать в голове, что он должен быть хорошим специалистом. Не только ради себя, но у него есть ответственность перед зрителем, у него есть ответственность перед партнером, перед режиссером и перед автором произведения. Ну, это такие основные как бы штуки. Может быть, что-то еще добавляется. Но обычно актеры, они все-таки понимают, что если мы играем в спектакли, если это не моноспектакль, да? Ну, все-таки моноспектаклей меньше по количеству, чем обычных, насколько мне известно. Ответственности там очень много. И вот будет одно слабое звено, и, скорее всего, развалится все. Ну, или там хотя бы большая часть. И помимо того, что самому неприятно, еще и всем остальным будет неприятно. И эти остальные тоже сделают еще больше неприятно тебе. Помимо того, что есть актерская работа со всеми вот этими эмоциональными, внутренними, интеллектуальными и прочими упражнениями, у нас же актер это все-таки субъект профессиональной деятельности, который работает в театре. И он вынужден общаться с театром как с организацией, с режиссером, с партнером. И очень часто, кстати говоря, вот эти другие люди, другие актеры и режиссеры, то есть это же тоже люди творческих профессий, профессий типа человек-человек или человек-художественный образ, они тоже выгоревшие чаще всего в той или иной степени. И это очень сложно. А еще бывает, ну, все-таки если мы будем говорить о реальности, то актеры не 100% времени играют те роли, которые они хотят. Иногда все-таки тебе приходится играть что-то просто, чтобы у тебя была зарплата. Банально. А еще для того, чтобы свой профессиональный уровень как-то поддерживать или повышать. А еще последнее, помимо того, что актерство это вот работа, связанная с большими эмоциональными, интеллектуальными, психическими нагрузками, в копилку этого идет то, что театр это организация, и нужно общаться с ней как с организацией, с директором театра, ну, с каким-то еще там костюмеры, бухгалтера, опять же, вот это вот все, весь коллектив. Режиссер, актеры, другие. И очень часто это люди тоже выгоревшие. Не только даже люди творческих профессий, но они, да, в какой-то, может быть, большей степени. Но, опять же, весь остальной коллектив тоже. И от этого тоже никуда не деться. Нельзя просто игнорировать эти коммуникации и думать, что вот они никак на нас не влияют. Ну, влияют очень сильно. А помимо этого у нас еще есть вот та самая тяжелая эмоциональная работа. А как при этом меняется личность? Ведь если человек так сильно выгорает, это должно как-то на нем отражаться. Да. Ну, тут, опять же, мы будем говорить не только про актеров, вообще про всех людей. То есть происходит, может произойти вообще такая замечательная штука, как деперсонализация. Она вообще не замечательная. Ну, по сути, это разрушение личности, когда ты теряешь какие-то свои привычки, какие-то паттерны твоего поведения ломаются, стереотипы. Это вообще состояние уже патологическое. Разрушение личности, по сути дела. Как это заметить? У человека очень сильно меняется поведение. Ну, то есть чаще всего хорошо, если человек прислушивается к окружающим. Хорошо, если в какой-то момент он, может быть, даже не веря до конца, но все-таки пойдет и начнет с этим что-то делать, потому что, конечно, изнутри это заметить очень сложно. Ну, вот я уже говорила про физические проявления. Типа, если вы начали очень много спать по сравнению с тем, что было до этого, или очень мало спать, или у вас появились какие-то тревожности, какие-то страхи, которых не было до этого, или слишком сильные эмоциональные реакции, которые вы... То есть произошла ситуация, вы на нее очень эмоционально отреагировали, и потом думаете, я же никогда так сильно не реагировала. То есть я понимаю, почему меня это выбесило. Ну, например, если была какая-то агрессия. Но я никогда себе такого не позволял раньше. Это вот звоночки, которые можно все-таки отщелкнуть. Опять же, если мы говорим про актеров, они часто становятся очень демонстративными. Это все еще связано с попыткой психики... То есть это все связано с попыткой психики сохранить хоть какую-то целостность, и хоть как-то себя защитить. Профессия актера — это же вообще, в принципе, ну, одна из задач — демонстрировать что-то на сцене. И вот так как у нас происходит некоторая редукция эмоций, уменьшение количества эмоций и менее яркие их проявления, мы начинаем как бы пытаться... Ну, не мы, актеры. Пытаться проявить их еще ярче. То есть на сцене же все-таки мы видим эмоции чуть более яркие, чем в жизни. Ну, в смысле, актер делает чуть-чуть ярче, чем в жизни. И вот они начинают и в жизни то же самое делать. Потому что, во-первых, полностью стирается граница между личной и рабочей жизнью. У людей творческих профессий это прям очень большая проблема. Ну, исходя просто из статистики. И вот они становятся очень демонстративными. То есть если это какое-то... Было бы каким-то недовольством до выгорания, то сейчас это скандал. Такой прям вот, прям скандал. Вот если это какой-то праздник, радость, то если раньше это было бы... Ну, вот мы так классно посидели, ребята, прям вот отличный пикничок. Например, то сейчас это прям событие. Это прям у нас такое было. Там все было так потрясающе. Сейчас я вам на 150 страницах расскажу про наш один вечер субботний. Опять же, потому что актеру он привык к тому, что эмоций очень много. А тут психика начинает их обрубать. И, соответственно, он те, которые остались, пытается раздуть как можно больше. Это все выливается в демонстративное поведение. Плюсом у актеров они получают определенный кайф от внимания со стороны зрителей, со стороны партнеров и так далее. И я знаю, что это не со всеми так происходит. Но не будем забывать, что эта мысль очень сильно культивируется в профессиональной среде. То есть человек приходит в театральный вуз, и ему говорят, ты это все делаешь ради вот этого мгновения кайфа на сцене. И это вот отовсюду говорится. Поэтому некоторые, они, может, этого кайфа не испытывают, но они думают, что испытывают, или думают, что должны. Поэтому, ну и большинство, ну хотя бы половина, все-таки его испытывает. Так вот, и так как эмоций становится все меньше и меньше, актеры начинают гнаться за вот этим вот ощущением кайфа от зрителей в реальной жизни тоже. То есть они, ну то есть, не только становятся сами себе более демонстративными, они могут прям ситуации какие-то создавать. Неосознанно. Это все не специально делается. Мы не осознаем обычно, что мы что-то такое делаем, когда у нас эмоциональное выгорание. Это, ну, довольно страшно. А заметить, слушать близких. Можно запомнить какие-то штуки, на которые стоит обращать внимание. Особенно если уже был опыт переживания эмоционального выгорания, после этого был какой-то отдых, ну то есть ты восстановился, все хорошо. Запомнить, что было тогда, потому что второй раз, скорее всего, будет что-то очень похожее. И отловить это на более ранней стадии. Ну а еще очень часто они начинают, все люди, не только актеры, в целом говорить только про работу. Потому что в жизни больше нет ничего. При эмоциональном экране ты обычно начинаешь ненавидеть свою работу. И в целом, все, о чем ты можешь говорить, ну, по крайней мере, 90%, это о своей работе. Причем даже часто ты искренне не хочешь о ней говорить. Но это самые яркие переживания. Еще вопрос. Почему многие сходят с ума, когда работают над ролью и потом еще долго не могут выйти из нее? Ну, вот опять же, психика стремится к целостности, поэтому нам нужно сыграть какого-то персонажа. Полугода у нас есть на то, чтобы этот образ полностью на себя принять, органично в нем существовать и органично его показывать на сцене. Для того, чтобы психика у нас не накрылась, она стремится к целостности и она часть этого образа интегрирует в себя. То есть вот какие-то привычки, как пример был, да, которые есть у персонажа, мы перенимаем, ну, мы, актеры, перенимают на себя. Как из этого выйти? Во-первых, нужен отдых. И тут вот периодически советуют актерам, когда они отдыхают, ну, не читать и не смотреть ничего. Хотя бы первые там, первую недельку. Ну, или хотя бы там, например, он работает в театре, не ходите в театр, не смотрите что-нибудь тяжелое. Может быть, пересматривайте, перечитывайте то, что вы уже знаете, для того, чтобы не было вот этих новых образов и не было оценки каких-то коллег и попытки там увидеть какие-нибудь там крючки и какие-то их способы работы, может быть, что-то такое. То есть отдых, он отдых. Не надо работать в отдых. И не надо создавать себе какие-то условия, в которых нам придется работать. Это тоже очень такое, очень частое явление. Ну, у выгоревших людей оно либо работает на 100%, либо не работает вообще. Либо они полностью выключаются из работы, либо, наоборот, они пытаются найти себе работу куда угодно, где угодно. То есть, например, вот, у меня сейчас есть отпуск целый месяц. Я за это время пройду какие-нибудь курсы повышения квалификаций. Это очень плохая идея. Это очень плохая идея. Не надо так делать в отдыхе, в отпуске отдыхайте. Прям переключите деятельность, а еще можно просто спать, гулять и ничего, лежать и ничего не делать. Вот, например, тебе просто пришла в голову мысль о попугаях. Вот мне вчера пришла в голову мысль о попугаях. Вчера была пятница после работы. Я сидела и два часа думала о попугаях, потому что у меня пятница, вечер, я могу себе позволить отдохнуть. У меня же есть это время, я не должна думать о работе. Вот в отпуске нужно делать то же самое. Это во-первых. А во-вторых, если вы все-таки замечаете за собой какие-то привычки персонажа, то тоже такой еще момент. Важно понимать, насколько они патологические, насколько вам это не нравится. Ну, то есть, например, вот вы играли кого-то персонажа, который супер аккуратный, супер вот прям чистюля, например. И вот начали дома чаще делать уборку. А в жизни вы вообще человек, который не сильно следит за порядком и там прибирается, когда уже следы на полу остаются. И вы думаете, блин, прикольно. Если после этого я начал убираться, но у меня нет, то есть у меня не появилось какого-то прям обсессивно-компульсивного расстройства, я не начал протирать чайник после каждого кипячения условно, то это нормально. Если вам это нравится, почему бы это не оставить жизни? Потому что, опять же, каждая роль, это же еще и возможность просто узнать для себя, как живут другие люди. Ну, а мы же часто, вот даже в жизни, например, мы общаемся с каким-то человеком, мы с ним подружились. И он там, ну, определенным способом накрывает на стол. Мы думаем, блин, мне так нравится, это так удобно, почему я раньше сам до этого не додумался. И мы начинаем накрывать на стол так же. Ну, и формируем у себя привычку. Вот здесь может быть то же самое. То есть, образ, это просто как новый знакомый. Ну, а если это какие-то привычки, которые вам причиняют неудобства, или вашим близким, и они говорят, типа, пожалуйста, ты закончил эту роль, перестань. Очень часто это так и проговаривается. Ну, какими-то словами о том, что после того, как ты сыграл в таком-то спектакле, ты стал другим. Тут, на самом деле, самый хороший совет, это психотерапия. Прям прийти с запросом и поработать. И вообще, хорошая идея ходить на психотерапию регулярно. Ну, актерам, я имею в виду, вообще людям творческих профессий, в том числе актерам-режиссерам, которым приходится переживать постоянное большое количество эмоциональных опытов, психотерапевт, потому что, опять же, психотерапевт, или психолог, или даже психиатр, это люди, которые очень много знают о теории эмоций, и они могут просто вам объяснить, что с вами происходит. очень часто мы же, мы боимся не того, что произошло, то есть, например, кто-то на нас накричал, и мы в ответ прям наорали, там, может быть, даже ударили человека, мы боимся не самих этих эмоций, а того, что мы не понимаем, откуда это в нас. Вот. И как раз-таки психотерапевт это человек, который сможет это все дело объяснить. Поэтому два главных совета это отдых и психотерапия. Ну и да, после каждой роли не играть несколько ролей одновременно, и после каждой роли все равно давать себе время на то, чтобы вернуться в изначальное состояние, чтобы была точка отчета для следующего образа. Потому что, опять же, ты вошел в образ, тебе там через месяц нужно входить в новый образ, а ты же всегда образ какой-то персонажа строишь на базе себя. Ну, в самом начале, вот, да, ты говорила, что актер смотрит, как он сможет это изобразить через свою психофизику. То же самое, тебе нужно прийти в эту базовую точку. Поэтому отдых, психотерапия, все. Всем отдых и психотерапию по жизни, чтобы не было эмоционального выгорания. Ну, точнее, оно будет, но чтобы его каким-то образом компенсировать. Ну что ж, мы закончили на хорошей ноте. Всем отдыха, отдыхайте побольше, наслаждайтесь жизнью, больше общайтесь с хорошими людьми. Спасибо большое, Виктория. Спасибо. До новых встреч. Нет, вообще-то еще бывают моменты, когда актер настолько, ну, он не может выйти, когда он долго что-то играет одно, он приобретает привычки этого персонажа. На себе знаю. Вы иди из рук. Да, я играла, типа, очень культурного дворецкого, который безумно обаятельный мужчина. Я приходила домой уже, ну, это два года у меня было. Я же приходила домой, и я вот как на сцене, я брала тряпочку, и я прям все так протирала, вот так вот. То есть, не акобычно ты берешь, а у меня прям жест аккуратный. Хоп, все помыть, все чисто, сажусь. Встала, опять что-то сделала, я прям аж это переняла, вот у меня до сих пор это осталось во мне. До сих пор это есть. Это уже приобретенное все. Это жесть. От этого, ну, я не знаю, как избавиться. Ну, это те, не, алкоголь, алкоголь не помогает. Нет, он доводит, наоборот, депрессию еще хуже. Ну, или от Кориолана тоже, например, были моменты. Ну, Вика находилась рядом, когда я входила в роль полководца, о, это было ужасно, я ужасна со всеми. Я была такой резкой, я и так-то резкая, это мне еще, мне нравилась, мне нравилась позиция этого персонажа. И я прям так рубила все максималистично, это было жутко. Я не писаю, как все равно люди продолжали общаться. Ну, когда мне сказал человек, я боюсь, что ты меня ударишь, вот это для меня было прям определенной точкой, я говорю, я никогда не ударю. А тут на самом деле, если тебе нужно сыграть роль, то есть ты понимаешь, что это твоя работа, ну, тебе нужно ее выполнить, еще же такое возникает, что ты, это нормально, я начала говорить о том, что, по сути дела, то, что ты играешь роль, это твоя работа, и тебе кажется, что ты не должен делать ее плохо, потому что, ну, вот все же работают, кто-то бухгалтер, кто-то врач, кто-то учитель, я актер, это вот одно и то, ну, в смысле, это все работаем, и все должны свою работу выполнять хорошо. И поэтому тебе это кажется нормальным, что тебе это нравится, потому что, ну, ты говоришь, я как хороший актер должен полюбить своего персонажа, то есть твоя любовь к проявлениям этого образа, это как будто бы показатель твоего профессионализма. То есть я имею в виду, что это неплохо. А почему это происходит? Потому что нашей психике все еще нужно как-то выживать. Психика не может разорваться, вот она не может с 9 до 6 быть образом, а с 6 до 9 быть реальным человеком. Надо как-то это все скомпоновать.